Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги, с вами Мортит. Посмотрим, что у нас нового на публичном тестовом сервере, по состоянию на 18 июля 2015 года. Итак, добавили нам карту Sirius в режиме доминация. Что ж, я уже опробовал ее, и карта, хочу вам сказать, классная, действительно классная. У меня нет претензий, карта мне понравилась, чуть позже мы сыграем на ней с моей прекрасной знакомой по имени Vegas. Видите, она у меня в друзьях есть. А сейчас давайте посмотрим, что у нас нового ввели или собираются вводить из снаряжения и вооружения. Скоро в Warface появится новый дробовик. Я подозреваю, что, скорее всего, это будет один из двух вариантов. Коробки удачи за варбаксы, либо коробки удачи за кредиты. Почему? Сейчас объясню. Итак, почему мы можем догадаться, что это будет дробовик? Да очень просто. Есть у нас новое достижение, хотя нет самого оружия еще. Называется тактический подход. Убить 10 тысяч врагов из FABAR MSATB PRO. Или 8 PRO. В общем, не суть. Так он называется. Будем называть его просто FABAR. Судя по иконке, по внешнему виду, это будет полуавтоматический дробовик. И, наверное, достаточно хороший. Хотя посмотрим. И также есть у нас достижение. Золотой вензель. Убить 999 врагов из золотого FABAR. То есть, у нас будут 2 версии одного оружия, как с Desert Eagle. Обычная версия и золотая версия. Ну что ж, будем ждать. Надеюсь, уже на днях его введут на публичный тестовый сервер. Порадовали нас и новым снаряжением. Итак, теперь мы имеем боевые перчатки. Многие уже почему-то стали говорить, что мол, да нет, это не то. Лучше коронные брать элитные. Но знаете, я не могу с этим согласиться. Давайте вначале посмотрим на характеристики. Итак, увеличивают боевые перчатки скорость перезарядки на 15%. Скорость смены оружия на 25%. И снижают силу отдачи на 15%. Что касается скорости перезарядки. Скорость смены оружия. То, в общем-то, это не единственные перчатки, которые этим славятся. Славятся этим, как мы знаем. И перчатки коронные. То есть, они вот, например, скорость перезарядки его. И также защищают руки от пуль. Боевые вроде как не защищают, да. Но есть у них кое-что общее. Как боевые, так и коронные перчатки влияют на вашу стрельбу. Ну, перчатки коронные, как вы знаете, уменьшают размер прицела при стрельбе от бедра. А боевые имеют какую-то загадочную характеристику под названием снижают силу отдачи. Что же это такое? Давайте сравним эти перчатки. Для начала я одену коронные перчатки. И посмотрим, какая будет отдача, какая будет форма, рисунок и высота, соответственно, по вертикали. Итак, стреляем с коронными перчатками. Вот это место, угол, я уперся. Модули у нас Тругло, Рукаетсошки и Пламегасити. Для отправной точки возьмем вот эту линию кладки. То есть нижнюю самую, которая идет впритык к плакату. Посмотрим. Итак, вот у нас верх отдачи по вертикали, как раз по верху ствола нарисованного. Итак, вот такая у нас отдача, вот такой рисунок. Теперь сделаем то же самое с боевыми перчатками. Та же самая позиция, те же самые модули, но перчатки теперь боевые. Как мы видим, рисунок остался примерно таким же, а вот отдача вертикальная стала ниже. Если в коронных перчатках шло по верху ствола, то теперь идет по низу. То есть немного меньше. Но должен заметить, что это немного меньше, это здесь, то есть на ближней дистанции. Чем больше дистанция, да, расстояние, тем больше разница в отдаче вертикальной будет заметна. И результат будет отличаться порой очень сильно. Поэтому говорить о том, что боевые перчатки это то же самое, что коронные, но хуже я бы не стал. По защите от пуль, да, похуже будут. А вот что касается, пожалуй, самого главного параметра, а именно точности. То есть облегчение стрельбы для вас, как для игрока. Боевые перчатки лучше коронных. Можете сейчас посмотреть, пожалуйста, скриншоты, сравнения, которые я для вас провел с разными моделями оружия. То есть здесь и штурмовое, и инженерное оружие, и даже Мосберг, то есть помповый дробовик. И как видите, даже на Мосберге боевые перчатки позволяют вот эти дробинки, которые улетают в коронных перчатках вверх, они их положат в кучу ниже. Поэтому кучность реальная получается выше и лучше. Что касается снайперских винтовок, ну я думаю, тут все понятно, какая может быть отдача у болтовок. То есть они и так стреляют идеально в точку. Что касается полуавтомата, тоже особой разницы большой нет. И даже я провел замер с снайперской автоматической винтовкой Калико, тоже особого, то есть различия нет никакого. Что коронные, что боевые и так далее. Примерно одинаково стреляют. Но, кстати, чуть-чуть кучнее стреляет, как ни странно, винторез. Да, друзья. А теперь давайте-ка посмотрим новую карту и хорошенечко на ней понагибаем. Та-да, та-да-да, да, музончик классненький, душевный такой. И сейчас мы с Вегас хорошенечко понагибаем. Да, Оля? Да. Все будет хорошо, я думаю, карту уже более-менее мы изучили, пару раз сыграли. И, в общем-то, нам нравится. То есть карта такая, знаете, интуитивно понятная. Ты первый раз даже, когда на нее загружаешься, то особый какой-то... Тихо... Вот так. Неразберихи нет. Благодарю тебя, капитан Очевидность, ты очень любезен. То есть сразу начинаешь понимать, как бежать... Такой, вроде, коробочку, но ведут за варбакс. Ну, коробочку... Дробовичок. Да, дробовичок, скорее всего, будет, ну, судя по тому, что мы видели, да. Но... Оля, непонятно пока что, за варбаксы или за кредиты, то есть я не... Да, кто знает, я не исключаю этого. У меня вообще нету варбаксов, одно марафон, конечно. Да, у меня у самого 58 тысяч фарбаксов и все, короче, и больше никаких финансов я не имею. Вот так, даблкил, деточка, very good. Все очень и очень хорошо у нас идет, мы так неспешно, плавненько нагибаем. Штурмовиком нравится мне здесь играть. Ну, и, в общем-то, по-моему, ну, знаешь, любым классом другим здесь будет классно. Вот карта реально очень-очень удачная. Да, мне тоже понравилось. Да. Да, по-моему, такая карта почти любому игроку понравится. Большинству игроков, я думаю, она придется по вкусу. То есть, практически зеркальная, то есть, одна сторона, Blackwood и Warface, они похожи, по-моему, вообще один в один. Ну, практически, может, какие-то отличия есть, но сразу в глаза они не бросаются и никакого дискомфорта местное, скажем так, строение этой карты, да, не вызывает. То есть, очень-очень успешно, друзья. Спокойно перемещаешься, все понятно, все ясно. Медом тоже неплохо бегать. Медом, да, да, тут любым классом, по-моему, неплохо бегать. То есть, с тайпом играл. Ну, просто зависит от того, что у тебя заедет. Мне очень-очень с тайпом хорошо идет. То есть, я вообще-то, кстати, начинал играть как медик. А все почти так начинают. Ну да, все начинают, многие медиком. А потому, что со времен этого Дума не было нормальных дробовиков в играх. И как бы хочется так обновить ощущение, что такое необычное, мощные дробовики. Это редкость на самом деле. Да. Ну, знаете, вообще душевный такой джаз. Способствует, способствует качеству нагибу. Тихо! Давай-два! Доволки! Very good! Блин, не попаду я слепой, но ничего, сейчас мы... Я помню, с Юсасом набил. С Юсасом? С Юсасом так не нравился. Да, блин, ну... Юсас, Юсас это вообще первый ствол, который я набил. Потом был Киллтек, а потом дважды Сикс. Вот, да. Это, кстати, Юсас первый. У тебя тоже первый набитый Юсас. Ну, это как бы нормально. То есть, человек приходит в игру, если выкручивает Дон, то, если Юсас выкрутил, по-любому он его набьет. Ну, такая душевная пушка. Шоу? Что? Какой шелун? Что там за шелун? Ну, Сирина за тобой гоняется, небось, да? Угу. Да, есть такие ребятки. Наверное, еще и с ножиком зарезать пытается. По-любому. Угу. Что мы тут играем, местные посмотрят на Ники и будут за нами гоняться по-любому. Ну, тоже неплохо. Как бы, людям хочется поиграть с нами. И это хорошо. Сегодня вообще явно мой день, что-то у меня так хорошо идет. Да, да. Блин, реально все так, прямо, я не знаю, счет отличный, нагибается все. Нас узнали. Нас узнали, да. Знаешь, сейчас все поменяется резко. А ты сейчас отключаешь? Да, я отключаю, да. Сначала меня писали, там, где они говорят, типа, ты тебя пишешь. Теперь меня пишут. Сейчас, значит, будь за мной охотиться, будут нагибать. А, началось. Да, убили, убили. Меня убивает бойскаут. Представляешь себя, да? Меня бойскаут убил. Молодец, молодец. Тоже, кстати. Тебя тоже убил. Блин, опасный парень, молодец. Красавчик бойскаут. Соскара, кстати. Да. Умеет, магет, нагибает, что скажешь. Молодец. Молодец. Хороший игрок. Тихо. О-о-о-о, тихо, вот так вот. Да, да, блин. Да, блин. Опять бойскаут меня убивает. Что за напасть? Что это за нагиб? Вообще лютый. Вообще лютый парень. Не, ну, молодец, все. Быстро реагирует с руками. Айминг хороший, навелся и поднагнул. Так и надо, правильно? Вот так вот. Что такое-то? Бойскаут вообще. Тоже бойскаут нагнал вообще. Да, парень, это тоже, это его день еще, не только мой. Парень явно в ударе. Вообще мы выиграли. Да, мы выиграли и в общем-то все. Ну ты вообще классно сыграл. Ну, что, повезло. В прошлый раз ты лучше сыграл, а в этот раз я лучше. В общем-то, главное, что мы, друзья, посмотрели карту, посмотрели, что у нас на ней имеется, какая она. Она интуитивно понятная. То есть, вот что хорошо в этой карте, ты заходишь и сразу начинаешь понимать, что тебе надо делать, куда надо двигаться. Все ясно, понятно и действительно приятно. Хорошая карта. Вот, что я имею? 13 на 3, 2 хэдшота, где you was on, 22% меткости, 4 и 3 соотношения. Что, в общем, в данном случае не важно в данном режиме. И если данное видео вам понравилось, оно оказалось для вас полезным, либо просто душевным, ритмичным, мелодичным, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами.